В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Оплатите проезд. Подробности инцидента с высаженным из маршрутки мальчиком. Гордость родителей города и всей страны. Анастасия Седова – обладательница бронзовой медали Олимпийских игр. Собака с женским именем Сильвия. Саровский драмтеатр представил премьеру по пьесе американского драматурга. Далее расскажем обо всем подробно. Президент России Владимир Путин в 14-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения проходила в Москве, но в этот раз вне стен Кремля в центральном выставочном зале «Манеж». На ней присутствовал и глава администрации нашего города Алексей Голубев. По приезду он поделился с саровскими журналистами основными тезисами выступления президента. 14-е обращение президента планировалось провести за 40 минут, но в итоге Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию почти два часа, тем самым побив рекорд продолжительности. Первая часть речи была посвящена социально-экономическому развитию страны. Глава администрации Сарова Алексей Голубев отметил, что большое внимание на церемонии уделили обсуждению уровня жизни населения. Сейчас в нашей стране около 20 миллионов человек с зарплатой ниже минимального размера оплаты труда. И эту проблему необходимо решать. Надлежащие решения правительства приняты с тем, чтобы у нас минимальный размер оплаты труда сравнялся уже с минимальной заработной платой, которую наниматель может платить работнику. Также президент отметил, что работа программы «Комфортная городская среда» продолжится, а благоустройство городов остается приоритетным направлением во внутренней политике. Большой акцент в своем послании президент сделал на состоянии дорог. Для себя я услышал важного, что федеральные трассы более-менее приведены в надлежащий вид. И самое главное сегодня должна быть задача правительства и властей всех уровней – это приведение в надлежащий вид дорог местного значения и регионального значения. Вторая часть послания была посвящена вопросам обороноспособности Российской Федерации и международной безопасности. Впервые в истории оглашения посланий президента выступление сопровождалось инфографикой и видеороликами. В частности, присутствующим на гигантских экранах продемонстрировали возможности новейшего российского оружия. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. К другим новостям. Школьника высадили из маршрутного такси за неуплату проезда. Эта история облетела уже практически весь город и в то же время обросла различными слухами и домыслами. Кто-то говорит, что мальчик был совсем маленький, кто-то, что он уже старшеклассник. Одни утверждают, что он просто не хотел платить за проезд. Другие, что не успел найти деньги. Наша съемочная группа решила выяснить, как все было на самом деле. Очевидцев этого события оказалось достаточно много. Их истории звучат примерно одинаково. Во вторник, 27 февраля, на одной из остановок по улице Ленина в маршрутное такси заходит группа младших школьников. Практически все из них моментально достают мелочь и оплачивают проезд. И лишь последний зашедший мальчик, стоя у двери, начинает искать деньги в рюкзаке. Водитель начал возмущаться. Почему ты так долго ищешь? Давай быстрее. Женщина начала заступаться за него. Говорит, ну сейчас ребенка найдет. Он говорит, а вдруг он не найдет и не заплатит. И на следующей остановке, когда доехали, он его попросил выйти. Ребенок засмущался, вышел. Ну, маленький был. По словам очевидцев, в тот день температура на улице достигала практически минус 20 градусов. И чтобы не оставлять мальчика мерзнуть на улице, одна женщина предложила заплатить за него. Женщина начала ругаться. Говорит, заходи, мальчик, я за тебя заплачу. Ну, он маленький, он засмущался. Я в окно смотрела. То есть, он говорит, нет, я останусь. И водитель просто поехал дальше. Подобное равнодушие вызвало у тех, кто сидел в маршрутном такси, шквал эмоций и негатива в адрес водителя. И по словам Ани, когда она выходила на свои остановки, спор о том, прав он или нет, все еще продолжался. Из уст водителя звучал лишь один аргумент. Водитель в ответ на это сказал, говорит, меня за мной следят, то есть, отвез я в кого-то бесплатно или не отвез. Он говорит, что меня за это будут ругать. Вскоре на водителя подали заявление в прокуратуру. И сейчас идет расследование этого инцидента. В следственном комитете нам сообщили, что в возбуждении уголовного дела, скорее всего, будет отказано. Чтобы пролить свет на эту ситуацию, мы связались с самим водителем. Тот самый водитель, высадивший мальчика, который долго искал деньги на оплату проезда, согласился с нами встретиться. Однозначенного им же времени прошло уже полчаса, но водитель так и не появился, да и на телефонные звонки больше не отвечает. В социальных сетях опубликованы комментарии, что в маршрутное такси села группа ребят 15-16 лет и спрятались в конце автобуса, не заплатив за проезд. Самого мальчика нам тоже удалось найти, и оказалось, что он ученик начальной школы, и ему всего 10 лет. Родители мальчика давать какие-либо комментарии отказались. Ситуация, которая разрослась вокруг их сына, им неприятна, и обсуждать ее нет никакого желания. Спустя несколько дней уже другое маршрутное такси преподнесло еще один неприятный сюрприз. 2 марта на пульт пожарной части поступили сообщения от жителей города, что на улице Харитона загорелся пассажирский «Фиат». Машина прибыла через 5 минут после вызова. То есть по месту я прибывал вместе с ними. Происходило открытое горение уже всего автомобиля. Подали ствол пены и полностью ликвидировали горение в течение 8 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель маршрутного такси услышал запах горелого и сразу же высадил пассажиров. Официальной информации о причине возгорания пока нет. А по словам владельца «Фиата», подвела проводка автомобиля. Мария Рунич, Константин Островский, Владимир Исейников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. 6 и 7 марта волонтеры Центра «Радость моя» выходят на первый сбор пожертвований в рамках акции «Пасхальные дни милосердия». Собранное средство традиционно направится на организацию пасхальных праздников для детей-инвалидов, а также на адресную помощь и в детские дома. Сбор будет проходить в торговых центрах города с 5 до 8 вечера. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области растет число заболевших респираторными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты призывают родителей не отправлять детей с симптомами заболевания в садики и школы. Если у ребенка кашель, насморк или температура, ему лучше остаться дома. Департамент городского хозяйства обращается к владельцу брошенного автомобиля, припаркованного за магазином «Перекресток» на Валяце-Московской с настоятельной просьбой убрать свое имущество до 25 марта. В противном случае машина будет эвакуирована на платную автостоянку комбината благоустройства, а затем утилизирована. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-29. Саровщин просят помочь в приобретении утвари для храма на улице Менделеева. Уже пожертвованы средства на напольное распятие, престольные кресты и богослужебные евангелии. Однако закупить предстоит еще многое. Реквизиты для пожертвования публикованы на сайте православный Саров. Олимпийские игры принесли в этом году немало сюрпризов, но еще больше они принесли нашей стране триумфальных побед. Одной из таких стала победа наших спортсменок в лыжной командной эстафете. Российские лыжницы завоевали бронзовые медали среди тех, кто активно боролся за нее и приложил максимум усилий, оказалась саровчанка Анастасия Седова. Любовь к лыжам у Насти Седовой проявилась еще в юном возрасте. Мама – тренер-преподаватель высшей категории, папа – мастер спорта. И этот семейный тандем воспитал не один десяток чемпионов разного уровня. Поэтому другого вида спорта в жизни девушки быть и не могло. Она даже сначала встала на роллеры, а потом уже встала на лыжи. Ну, точно так же, как и Петя, в принципе. Потому что бабушек у нас в городе нет, поэтому оставить их было не с кем. И они всегда, и что Петя, и что Настя, они всегда с нами на сборах. Высокие требования к себе и целеустремленность, эти черты характера помогали Анастасии добиваться в лыжном спорте серьезных успехов. Девушка становилась победительницей первых зимних юношеских олимпийских игр, неоднократной чемпионкой России среди юниоров. Два года назад Настя стала чемпионкой России в скиатлоне. Но главным достижением ее жизни стало приглашение выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. И в командном забеге Анастасия Седова стала бронзовым призером. Конечно, эстафету мы смотрели в прямом эфире, да? Мы же очень переживали, поэтому я и убегала, и прибегала. Николай Евгеньевич сидел так, мне все время говорил, ну ты уже сядь. Я говорю, я уже не могу. Вот так, ну очень тяжело. Олимпиаду лучше смотреть по телевизору, чем находиться именно там, в Олимпийской деревне. Потому что это Олимпиады, это совсем другие психологические эмоции, психологический настрой. Очень сильное давление на спортсменов со стороны. Вручение Насте олимпийской медали стало ярким событием не только для семьи Седовых, но и для всего нашего города. Для многих Анастасия стала настоящим примером. Своими достижениями она вдохновляет и пробуждает всех саровских спортсменов увереннее идти к вершинам. И все это благодаря родителям. За большой вклад в развитие лыжного спорта и за подготовку олимпийской чемпионки Елене Сергеевне Седовой вручили благодарственное письмо. По приезду в Россию всем участникам Олимпиады, завоевавшим золотую, серебряную и бронзовую медали, был приготовлен сюрприз. Каждому из них подарили автомобиль. Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Спектакль о любви, человеческих отношениях и проблеме выбора. Труппа Саровского драматического театра представила зрителям весеннюю премьеру – романтическую комедию «Сильвия». Постановка рассказывает о жизни обычной американской семьи. Грег и Кейт вырастили детей и живут в свое удовольствие. Но однажды в их квартире появляется новый член семьи – собака с женским именем Сильвия. Яркая, заводная, дерзкая Сильвия буквально врывается в привычный уклад жизни рядовой американской семьи. Главный герой Грег после очередного конфликта с начальником бесцельно гуляет по улице и встречает ее. «Я сидел в парке, и она буквально прыгнула ко мне на колени». Примерно такими словами Грег будет оправдываться перед своей женой Кейт. Но бесполезно. Судьбоносная встреча разделила жизнь героев на «до» и «после». Такого еще с тобой не было. Вот почему я тебе нравлюсь. Грег – это любовь. Наполовину лабрадор или наполовину дворняжка – все, что неизвестно, это имя Сильвии, написанное на бирке. Остальное она расскажет о себе сама, человеческим языком. Перед актрисой Натальей Гришагиной стояла непростая задача – создать образ преданного друга в мире людских проблем. «Она честная и искренняя. Она может сказать всю правду в лицо, пусть и горькую, но правду. И искренняя – это то, что неважно, что с ней могут сделать, неважно, какие обстоятельства будут. Она все равно будет любить так, как она может». Честная и искренняя Сильвия сама, того не осознавая, вскрывает проблемы супругов. Трудности на работе, кризис семейной жизни. Сильвия становится для Грега четвероногим другом с женским именем. Или той, из-за которой жена Кейт уходит на второй план. И вовсе она не хотела разрушать. Это Кейт ее так воспринимает. Кейт ее воспринимает как разрушителя, как соперницу. А в результате собака еще и объединила. И оказалось, что если бы ее Кейт приняла с самого начала, то все бы было по-другому. Над постановкой по пьесе американского драматурга работали уже известные Саровскому зрителю режиссер Сергей Золкин и художник Александр Зыбин. Новый спектакль может заставить смеяться вместе с героями и растрогать до слез любого зрителя. Спектакль мне очень понравился. И в конце хотелось безумно плачать. Даже нам собаку хотелось везти. Необходимо заботиться о братьях наших меньшин. О том, что приручив, взяв кого-то к себе, нельзя так просто с ним расстаться и бросить. Вымышленный образ Сильвии на сцене и фотографии реальных четвероногих братьев наших меньших в фойе театра. Начиная с премьеры на каждом спектакле будет проходить акции по сбору средств приемнику для животных «Подари жизнь». Новую постановку можно будет увидеть на сцене драм-театра 18 марта. Начало в 6 часов вечера. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. До 8 марта осталось совсем немного. А это значит, что пора задуматься о подарках. Многие согласятся, что делать их не менее приятно, чем получать. Но порой мы не знаем, что подарить. Проводим в магазинах бесчетное количество часов и в итоге уходим с пустыми руками. Но с подарочной картой от Саров Бизнес Банка больше не придется волноваться о том, что преподнести коллегам, друзьям или родственникам. Удобный и современный способ сделать подарок, который подойдет каждому. Подарочная карта Саров Бизнес Банка поможет сэкономить силы и время при выборе подходящего презента. Это отличная альтернатива традиционным конвертам с наличными. С ее помощью удобно без комиссии оплачивать понравившийся товар в любом торговом центре. Карта оформляется без предъявления паспорта. Ее можно получить сразу же при обращении клиента в банк. Она выдается в запечатанном упаковочном конверте. При оформлении карты можно внести любую сумму денежных средств, но не более 15 тысяч рублей. Карту можно оформить в любом отделении банка. Подарочная карта выпускается в категории Голд. И каждый ее владелец автоматически попадает в программу лояльности виза для премиальных карт. А это значит, принимает участие в розыгрыше призов и подарков и получает дополнительные скидки в магазинах. Стоимость карты всего 150 рублей. Срок действия до одного года. Если вы выбрали подарок самостоятельно и решили приобрести его в интернет-магазине, не спешите. При совершении покупок с помощью карт в сети интернет всегда есть необходимость соблюдения мер безопасности. Для оплаты покупок необходимо использовать только проверенные сайты, либо сайты известных организаций. При наборе адреса сайта нужно еще раз его проверить, поскольку похожие сайты служат для неправомерных действий. Оплачивать покупки, вводить персональные данные и данные карты необходимо все-таки на своем компьютере. Если вдруг вам пришлось совершить покупку на чужом компьютере, то после оплаты необходимо удалить все персональные данные и данные карты, которые вы вводили. Но главное, не стоит оплачивать товар при помощи зарплатной карты. Мошенники нынче оригинальные, и вы рискуете потерять все свои деньги. Чтобы этого не произошло, Саров Бизнесбанк предлагает оформить виртуальную карту. Процесс покупок ничем не отличается от стандартного. При совершении оплаты необходимо ввести 16 цифр карты, срок действия, код действительности и имя держателя в латинской транскрипции. После совершения покупки банк отправляет смс с подтверждением оплаты. Пополнить виртуальную карту можно несколькими способами. При помощи СББ онлайн со счета основной карты или вклада, а также наличными деньгами в любом отделении Саров Бизнесбанка или переводом в банкомате. Стоимость карты 150 рублей. Срок действия до одного года. Максимальный лимит 60 тысяч рублей. Оформить виртуальную карту можно в любом отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт и ту сумму денег, которую вы планируете положить на карту. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова